Тверь впервые в этом году приняла участие в историко-краевическом фестивале «Звенья времени». Мероприятие инициировано Санкт-Петербургом. Проходит оно в формате телемоста. Это уже третий фестиваль. К нему также присоединились Симферополь, Феодосия, Луганск и Донецк. Посвящено событию 1160-летию создания славянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. Подробности у нашего корреспондента. На связи по телемосту Крым, Луганск, Донбасс, Тверь и Санкт-Петербург. Все эти города далеко друг от друга, но их объединяет одна история. И, конечно же, родной русский язык на историко-краевическом фестивале «Звенья времени». В Твере он проводится на площадке Тверского госуниверситета. В первый раз гостем стал председатель общественной палаты Вадим Рабачук. В приветственном слове он напомнил, что на Тверской земле трудились многие классики русской литературы. У нас был вице-губернатор Салтыков Щедрин. Да, у нас был Пушкин. Да, у нас был Островский. Да, у нас стоит прекрасный памятник Крылову. Это люди, которые вложили в копилку великого и могучего такой вклад, который невозможно переоценить. Благодаря которым мы говорим на русском литературном языке. И мы хотим, чтобы об этом знали все. Сохранение русского языка – главная тема диалога, а также повышение его престижа как национальной ценности русского народа. Участники – представители молодежных организаций, сотрудники музеев, педагоги. Среди них и фольклорный ансамбль «Славяночка». Мы поем песни, которые мы записываем в экспедициях, которые когда-то пели наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. То есть мы транслируем, сохраняем вот то, что было когда-то. Язык достаточно гибкая такая, все-таки субстанция постоянно меняется. А мы показываем его законсервированную зущность. Фестиваль инициирован Санкт-Петербургом проводится в третий раз. Сейчас он включает в себя различные мероприятия и проекты, направленные на духовное воспитание граждан, развитие творческого и интеллектуального потенциала общества, сохранение культурного наследия страны. Уникальность фестиваля заключается и в его многопрофильности, возможности участия в приключенческой игре, видеомостах, дискуссиях, исследованиях, конкурсах и викторинах.